Папа, не надоело ходить, не тренироваться. Я устал играть в футбол. Сын, а ты хочешь быть чемпионом? Хочу. А ты знаешь, для того, чтобы стать чемпионом, нужно очень много трудиться? Не знаю. У меня есть идея очень интересная. Давай, мы с тобой вместе с семьей отправимся в одно уникальное путешествие, где мы покажем, что такое настоящий труд и где растут чемпионы. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! С вами Пятеро на каникулах и я Лиза. Я прилетела из Москвы, потому что занималась поступлением в ВУЗ. Но совсем скоро я уже в ВУЗ соединю со своей семьей и мы начнем наше незабываемое путешествие по Кузбассу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто вы? Зачем вы меня похитили? Что вам от меня надо? Илья, это же мы. А, приветики. Привет. Добро пожаловать в Кузбасс. Мы готовы к приключениям? Да. Да. Они уже начались, видимо. Видимо, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша Сибирь, она очень большая, необъятная и просторная. И после посещения Алтая, Байкала, Алтайского края, мы, недолго думая, решили посетить еще один сибирский регион. И, конечно же, это стал Кузбасс. Мы здесь, чтобы показать тебе, что такое настоящий труд. А почему мы приехали именно сюда? Потому что Кузбасс – это регион, где трудятся настоящие герои. А с вами пятеро на каникулах! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представляете, история Кедровского угольного разреза началась еще в середине 20 века. А на 2022 год добыта более 250 миллионов тонн. Подробнее узнать можно в музее трудовой славы. Моя семья уже там. Обратите внимание, в музее – это макет горного участка. Какие огромные масштабы, да? Ведь это не просто машиночки, это настоящие вагоны. И все это мы сейчас увидим. Мама, а что это за одеяло? Это не одеяло, сынок. Это трудовое знамя предприятия. Оно очень ценится. И его давали только лучшим предприятиям. А перед нами, смотри, кедровские горники. Это доска почета. Это люди, которые получали награды именно за свой труд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В диспетчерской мы можем увидеть площадь всего угольного разреза в несколько тысяч гектаров. Смотрите, а можем также детально рассмотреть любой участок, и это помогает предотвратить любые неприятные экстренные ситуации. Вы пришли в пункт кедровского угольного разреза. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Вот именно на этих аппаратах как раз и проходят предсменные и послесменные медицинские осмотры. Но у каждого работника разреза свой личный именной проб. Угу. И вы пройдете, как наши сотрудники предресса медицинских осмотров. И мне давление смирят? И давление, и пульс, и температуру, и на внимание. Ух ты, спасибо. Я готова приспать к работе в целом. Мне так написали. Ура, я прошел. Друзья, вот этот медицинский кабинет за сутки проходит 700 человек. А всего сотрудников на кедровском разрезе, куда мы с вами сейчас поедем, от 2000 сотрудников. Так что это не маленькое предприятие, только вот на этом месте. Друзья, вот этот медицинский кабинет за сутки проходит. Существует мнение, что добыча угля – это очень вредно для окружающей среды. Однако это предприятие делает все возможное для развития экологии. Например, применяется технология тихих взрывов, когда необходимо достать уголь из-под земли. Также, видите, моющие машины, они сокращают количество пыли. И моя любимая технология – рекультивация. Когда участки карьера, они заканчиваются с обработкой угля, тогда они засаживаются новыми деревьями, и тем самым карьер получает новую жизнь. Перед нами самосвал «БелАЗ». Такой можно встретить только на угольном разрезе и больше нигде. Его грузоподъемность – 220 тонн. Этого количества достаточно, чтобы отапливать целый год одну деревню. Продолжение следует... Знаешь, я решила бросить все и пробовать себя в роли горняка. Правда, что работа не пыльная, хотя нет, очень пыльная. Зато у меня будет машина за 700 миллионов. Вот такой машины у точно никого нету. А еще прекрасные виды каждый день как бонус. Но одно но, здесь совсем нигде нет интернета. Вообще нигде? Нет. Точно? Да. Поехали в ресторан. Мы в гостях у Владимира. Это шеф-повар ресторана «Забой» город Кемерово. Владимир, расскажите нам, пожалуйста, о вашем ресторане. Наш ресторан с сибирским характером, шахтерский ресторан. Сибирский характер мы отображаем в наших продуктах. То есть у нас очень много блюд с ярким насыщенным черным цветом. Сегодня мы будем готовить шахтерский тормозок. Это легкий перекус, который шахтер брал с собой в шахту. И мы будем готовить угольные профитроли с осетром. Вот этот творческий подход, какая-то вот изюминка и интерес детей к кухонным процессам, он останется. И я надеюсь, дома меня ждут вкусные завтраки от моих детей. Пудра из мухоморов. Основной ед находится в жидкости, а так как сублимированный гриб, жидкости абсолютно никакой нет, поэтому это абсолютно безопасно. Наше угольное мороженое готово. И мороженое мы подаем с муссом из листой малины и тремя видами шоколада. Ну что, сынок, мы с тобой убедились, что даже приготовление еды – это большой труд, в который нужно вложить свое сердце. Да. Поэтому, что мама готовит, нужно обязательно есть. Это не ко мне. Сейчас мы находимся в музее «Красная горка». Это музей индустриальной истории, который основан на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. Недаром Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что Россия будет произрастать Сибирью. Давайте разбираться, почему. После шахты в музее «Красная горка» я особенно поняла, насколько тема добычи угля важна для каждого жителя Кузбасса. И в то же время, насколько это является тяжелым трудом, который буквально отпечатался в культурном сознании каждого человека, кто живет в Кемеровской области. Как вы думаете, кто спасает шахтеров от опасности? Это крысы. Они бегут туда, где безопасно. Это такие специальные подпроки в шахте. Они нужны, чтобы шахтер ничего не ровно, когда он работает. Вот этот этап ручного труда прошли все шахты мира. Так добывали уголь везде, неважно, что и где добывались. У стены стоит забойщик, у него в руках что? Кирка. Кирка, кирка. Ей дробят уголь на кусочки. Рядом стоит загребщик. Он лопатой уголь отгребает. А вот на четвереньках стоит человек, это у нас саночник. Ему к поясу привязаны санки, это такой ящик на колесиках. И он сам на себе уголь вывозит. Такие телефоны производились с десятых годов прошлого века и до сих пор используются в некоторых шахтах. Если с них поступил звонок, значит у шахтеров случилась какая-то беда. Поэтому их молчание – хороший знак. Шахты – очень опасное место для работы. Тут могут случиться обвалы, пожары, а также взрывы. Поэтому здесь трудятся настоящие герои. Раньше в шахтах работали кони. Так как они там жили, становились полуслепыми. Из Кемеровской шахты последнего коня вывели в 1972 году. Его звали Рубин. Именно ему и посвящена эта скульптура. Мам, что у нас дальше по плану? А по плану у нас крупнейший музей-заповедник за Уралом, площадью 156 гектаров. Томская писаница. Пойдемте. Пошли. Томская писаница включает в себя восемь основных экспозиций, связанных друг с другом и с природным ландшафтом в одну сюжетную линию. Главная идея – показать способы существования человека и животного в данной географической среде с глубокой древности до недавнего прошлого. Здесь мы угощаем абсолютно всех посетителей нашим фирменным травяным чаем. Собираем мы вручную сами сотрудники нашего музея, заготавливаем и затем уже впоследствии целый год всех угощают. Угощают. Слушай, прям интересно. Такой вкус прям чувствуется. Сибирских-то ежих трав. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы находитесь в центре ремесел. Это помещение было задумано для того, чтобы здесь можно было проводить мастер-классы для взрослых и детей. Нажимается по поводу. Сибирь. 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 Знаете, до развития фабричного производства такие станки были в каждом доме, а домашнее ткачество было единственным источником любых тканей. В технике традиционного ткачества можно создавать даже вот такие прекрасные гобелены из трав. Сейчас вы будете катать свечи из вощины. Натуральный воск является самым лучшим материалом для производства свечей, потому что при сгорании он не выделяет никаких токсинов, никаких вредных веществ, прекрасно пахнет и чудесно горит. У нас получились вот такие интересные свечки, мы добавили туда еще травку-тушицу успокаивающую, чтобы в доме всегда был мир, вот, и украсили вот таким декором с знаком томской писаницы, это сова. И такие сюрпризики мы забираем себе домой. Это действительно уникальный шанс пожить там несколько дней и приобщиться к дикой природе. Там всего три юрты, и в одной из которых жили мы. Вау! Давайте посмотрим, что она из себя представляет и где мы проводить будем в ближайшие дни. вау! Я читала, что в таких юртах живут даже зимой, и она до 45 градусов мороза может принимать. Ну что, открывайте. Вау! 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 Ну что? А я думал, здесь костер посередине горит. Я тоже. Вау! 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 Вот это понимаю, территория спокойствия. После долгого, насыщенного съемочного дня нам предложили отдохнуть в ванном комплексе. Как раз мы туда сейчас и направляемся. Давайте посмотрим. О, чай подготовлен, да? О, вау! Сейчас будем дать чай. Я тут первый. Ты первый? Уже парни спрашивают? Да. Мы отправились на экскурсию по реке Томик. Это самая крупная река в Кемеровской области. На ее правом берегу наскальная живопись. Позади меня основа этого музея. Наскальные изображения. Именно в честь них и названа Томская писаница, потому что изображения раньше писали, а не рисовали. Средний их возраст около 4000 лет, а среднее количество около 300. Наверное, самым известным и самым уникальным изображением является сова, которая впоследствии стала символом этого музея-заповедника. Томская писаница – это памятник наскального искусства федерального значения, который очень строго охраняется государством. За нанесение любого вреда предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. С древности главным промыслом. У человека, конечно же, была охота. И они охотились с помощью лука. И сегодня, в 21 веке, мы с семьей хотим окунуться в эту атмосферу. Пойдемте попробуем. Пойдемте попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кузнецкая крепость – это историко-архитектурный комплекс. Он является одной из главных достопримечательностей города Новокузнецка. В 1800 году по указу Павла I была построена Кузнецкая крепость. Она была необходима для защиты российского государства от китайской угрозы. На ее постройку было затрачено огромное на тот момент средство – около полумиллиона рублей. Но она никогда не участвовала в сражениях. Вот так вот в России есть царь-колокол, который никогда не звонил, царь-пушка, которая никогда не стреляла. И лучшая крепость – Кузнецкая крепость, которая никогда не участвовала в сражениях. Первая – это пушки. Я, Фе! Нет, нет. Все, я заряжаю. А ты с другой стороны. Вот давай, давай. Вот там ядро, вот тут крути, вот здесь такие торчаки. Это не все так быстро. В 17-18 веке здесь просто были какие-то племена вражеские, которые нападали. Поэтому нужна была крепость. Так что ее защищали солдаты. Как думаешь, дети участвовали в защите крепости? Да, я знаю легенду о том, как 12-летний мальчик, чуть старше меня, защищал эту крепость. Мы с папой еще шли один раз в музей. Там были костюмы солдатов. Там люди их одевали давно-давно. И они защищали крепость. Там еще было ядро. Вот так лежало. Оно весило 5 килограмм. Я его вообще абсолютно никак не мог понять, потому что оно было очень тяжелое. Папа его поднял, он его так с руки взял. Не мог, у меня руки встали. Я папе пострадал. Ух. В первой части фильма мы вместе с вами окунулись в атмосферу индустриального Кузбасса. Но на этом наши приключения по Кузбассу не заканчиваются. Продолжение следует. Продолжение следует.